Первые концентрационные лагеря в Европе, именно в Европе, были созданы в Терезине и в Талергофе, это территория Австрии, для русофилов, которые представляли из себя значительную часть населения современной Галиции. Это были коренные галичане, люди, которые считали себя русскими, частью большого русского народа, но при этом не отказывались от того, что они являются галичанами и от того, что они составляют особую идентичность в рамках этого большого русского народа. Большая часть интеллигенции из этого населения представляла из себя униатских священников, то есть даже не православных. Но тем не менее эти люди вспомнили о своих корнях после 500-летнего угнетения, они вспомнили о том, что они являются русскими. С началом Первой мировой войны другая партия, которая представляла из себя так называемых украинофилов, вкупе с австрийскими властями, полностью физически их уничтожила в этих концлагерях. Украинофилы были основными доносчиками, они составили списки, они этих людей либо отправили в эти концлагеря, либо убивали сами. До сих пор многие жители Львова не знают о том, что на Лачаковском платое находится мемориал жертв Терезина и Тавергуфу. Большим, скажем так, литературным памятником, жертвам этой резни, этого геноцида является книга Василия Романовича Вабрика, тоже галичанина, Терезин и Талергуф. Она была издана несколько лет назад, ее можно найти в интернете. Там есть воспоминания об этом геноциде. Сейчас можно сказать, что это была первая ласточка, тогда еще не было такого сильного националистического сознания, не было как таковой идеологии радикального украинского национализма. Она была создана уже позже, в 20-30-е годы, в основном выходцами из Западной Украины. И, прежде всего, она реализовалась во время Великой Отечественной войны, когда с помощью украинских националистов были вырезаны около 200 тысяч поляков, проводились этнические чистки на территории Западной Украины, проводилось уничтожение евреев в Киеве и в других городах Украины, проводилось уничтожение русских и своих собственных украинцев, которые не являлись, по их мнению, идеологически правильными. Это было вплоть до 50-х годов, когда уничтожение подвергались обычные люди, агрономы, учителя, председатели колхозов, направленные на работу в село Западной Украины. Но изначально все это, конечно, выросло из той группы интеллигенции, которая поставила своей целью создание отдельной страны, отдельной нации даже. Весь феномен украинского национализма состоит в том, что он абсолютно искусственен. Обычно национализм вытекает из особенностей какого-то народа, какого-то этноса, который не имеет своей территории, не имеет самоуправления, не имеет интеллигенции. Здесь наоборот, здесь образовалась кучка интеллигенции, которая решила создать себе народ и территорию, выделила из определенного пространства Российской империи. То есть здесь национализм формирует украинскую нацию. И то, что сейчас происходит на Украине, очень хорошо свидетельствует, что эти попытки потерпели значительную неудачу. Весь Юго-Восток не хочет быть частью украинской нации с этими идеалами, с этими героями и, соответственно, с этими ценностями, которые им навязывают. Эти люди вспомнили, что они русские. И недаром весь этот процесс назвали русской весной. 9 мая это праздник очень символический, потому что он как раз коррелирует с теми ценностями, которые нас всех объединяют в России, Белоруссии, на Украине. И, естественно, эти ценности неприемлемы для украинских националистов, которые считают Гитлера освободителем, а наших ветеранов людьми, которые, наоборот, обрекли их на рабство. И эти процессы тоже протекали достаточно давно, я хочу сказать, процессы изменения сознания. Я помню, например, одну из статей в украинской газете «Зеркало недели», когда процесс нюрнбергский был оценен как слепящая тьма Нюрнберга. То есть в данной ситуации наказание нацистов, справедливый суд над ними был назван наоборот поражением.